Со 2 октября Коголымские парни проходит медицинское освидетельствование по инкомате. На основании результатов осмотра принимается решение о судьбе каждого молодого человека. Юношу признают годным, дают отсрочку, либо отправляют на лечение и вызывают на повторную медкомиссию через полгода. Всего через призывную комиссию должно пройти 267 человек. Все они опрещены повестками. По каждому из них будет принято решение. Направлено будет для службы в рядах вооруженных сил 53 человека. Боец должен быть здоров, без вредных привычек и татуировок. На особо постаравшихся украсить свое тело пристальное внимание обратит психиатр. Наиболее сейчас часто со стороны психиатрии все-таки за счет того нанесения татуировок. Татуировки бывают различного характера, агрессивного. Допустим, черепа, кости агрессивного характера, ножи, кинжалы различные. Такие вот, они, конечно, должны быть соответственно обследованы. Исходя из опыта предыдущих компаний, специалисты подмечают, у сегодняшних новобранцев менталитет меняется. Служить они идут с желанием. Призвник Абрам Федорович на призывную комиссию прибыл. Хорошо. Весенний призыв 2018-го прошел в установленные сроки. С апреля по июль. Через комиссию провели 247 человек. В результате призвали 25. 70 новобранцев были переданы в запас по состоянию здоровья. Остальные получили отсрочку. У колонистов не было, как и в прошлую осеннюю кампанию. Чего не скажешь о 2016-м. По прошлому году, значит, по двум человекам было возбуждено уголовное дело. И состоялся суд, и они получили наказание свое. Наказание – это штраф и судимость. А после того, как она будет погашена, юноши все равно подлежат призыву. Призывной возраст остается у нас прежний. От 18 до 27 лет. Единственное, что те граждане, которые не проходили военную службу, не имея на то законных оснований, они не имеют права занимать государственные должности в течение 10 лет. И вместо военного билета им выдается справка взамен военного билета. Плюс, помимо трудоустройства, возникнут проблемы с оформлением оружия, кредитов, ипотеки. Так что в военкомате советуют крепко подумать, прежде чем пытаться уклониться от исполнения гражданского долга. К тому же, у юноши есть выбор. Большое внимание сегодня уделяется военной службе по контракту. Если рекрут имеет среднее или высшее специальное образование, он может заменить один год по призыву на два по контракту. По состояниям здоровья, годны с незначительными ограничениями. Оснований для представления о срочке освобождения не имеются. Поэтому, признаю, комиссия единогласная приняла решение призвать вас на военную службу. Коголымчане проходят службу по всей территории страны, от Калининграда до Владивостока, в различных родах войск. Весной у нас было призвано 13 человек в сухопутные войска, 5 человек в космические войска, 1 человек в ракетные войска стратегического назначения, 2 человека в ЖДВ и 1 человек в президентский полк. Ну, примерно такое же соотношение будет и на осенний призыв. Первая отправка коголымских призывников войска запланирована на середину ноября.